Которые пришли к власти и возомнили себя специалистами и большими знатоками. Всего и вся. Ну и теперь надо же расплачиваться. Но не они же расплачиваются. Это расплачиваются десятки миллионов граждан Украины, которые в эту байду все поверили, восприняли ее серьезно, восприняли фильм про Зеленского и его роль как реальность настоящую, его выступление, его 95-й квартал, его роли восприняли как будто это на самом деле все может быть. Это очень важная история. Она показывает насколько мифологизирована реальность в Украине, насколько население находится в наивном детском состоянии, не способном отличать реальность от разных фотоморган, фантазмов. Как легко вести людей в заблуждение. Их легко купить на продуктовые наборы, на бесплатный борщ, на подачки, на сахар, на постное масло, на банку шпротов. А оказывается еще легче их купить на вот такие картинки. И поэтому, естественно, богемная элита, так называемая, тусовка возглавила страну. Ну и сегодня наблюдаете крах этого эксперимента богемного. Он будет усиливаться. Итак, сейчас уже видно, что приближается вторая половина этого краха. Это 14-15 декабря на заседании руководителей европейских государств, которые входят в Европейский Союз. 27 лидеров. Причем Болгария и Румыния члены Евросоюза, но их до сих пор не пустили в Шенгенскую зону. И до сих пор существует граница для того, чтобы попасть с той же, скажем, Венгрии, попасть в Румынию, или с Баларии попасть в Грецию. То есть это совершенный нонсенс. Это тянется уже 16 лет. И последние три года, уже 21-22 год, было обещано этим странам. Как Хорватии, что в 23-м уже это будет совершенно идиотская запрет этот снят. Но его не сняли. Воспротивилась там, кто там у нас? Нихамер, премьер-министр Австрии. Вот вам, пожалуйста. То есть Евросоюз, он в середине ничего сделать не может. Он уже совершенно не может достигать выполнения своих решений, своих обещаний, своих норм. Там какая у них должна быть небольшая. Там есть же границы для безработицы, для инфляции, для девальвации. Какие должны быть темпы роста. Там же все регламентировано. Они не могут с этим справиться. Но если в Германии сейчас инфляция, по году будет потребительская инфляция, где-то процентов 7-8. Падение ВВП в Германии. То же самое во всех почти других странах. То есть, по сути, Европейский Союз не в состоянии решить системные стратегические вопросы. Колоссальный конфликт с Венгрией, с Польшей. В Венгрии, я думаю, сейчас будет решение их парламента. Фидес дал постанову, чтобы проголосовать, обсудить, что Украина не готова к членству. Ну и это уже есть у венгров целый ряд аргументов. Последние, конечно, что политические репрессии в связи с невыпуском Порошенко и членов его парламента, его фракции, депутатов Верховного Совета за рубеж. И, с другой стороны, огромная поездка в слух народа. Никто, правда, не говорит, сколько же их поехало в Соединенные Штаты Америки за деньги народного бюджета, за наши народные деньги, за налоги кровавые, которые берутся с украинцев. То есть, это вообще недопустимо. Но тут еще новый скандал разрастается. Сегодня уже Коломойский подал в Верховный суд на Зеленского по поводу незаконного лишения Коломойского украинского гражданства. История эта известна и, собственно, она тянется. Есть такая версия, что это сделано было Зеленским в угоду Байдену и по поручению американской администрации, чтобы таким образом нанести удар по Коломойскому и в связи с тем, что он владеет информацией по буризме, по делам этого Байдена, его сына, по зловживаниям, по всем этим взяткам и так далее. И что Зеленский это все исполняет. Ну и теперь ситуация резко меняется, потому что после того, как уже провалились эти голосования в Сенате по выделению денег Украине, сегодня у нас седьмое, то есть это шестого вечера, по украинскому времени уже все, денег и оружия не будет от США. Но и это еще не все. Сейчас очень плохая ситуация и Венгрия уже это использует как довод. Видимо сейчас будет еще один серьезнейший скандал, это нарушение попрания просто прав народного депутата Дубинского, который был избит, как теперь это уже выглядит, почти понятно, что это было дважды в начале декабря в СИЗО в Лукьяновском Киеве. Сегодня состоялось заседание и уже сделали рентгены, но они были вынуждены, потому как СИЗО руководство дало согласие. И у Дубинского сломано 10-11 ребро. То есть, он же не сам себе правильно его сломал. То есть, его избивали, избивали и понятно, что не были сняты побои. Значит, надо открывать, ГБР должно открыть, соответственно, следствие, надо снять с посады директора СИЗО этого. Надо его, так как по отношению к этому всем Коломойскому приняли это решение посадить в тюрьму без суда и следствия, по сути, и Дубинского. Так, видимо, надо этого руководителя СИЗО арестовать. Он должен ответить, кто ему дал приказ, чтобы был избит Дубинский. Я думаю, Дубинский должен сейчас обратиться, он народный депутат, это логично, в соответствующие европейские инстанции. Он мажоритарник, он полное право на это имеет, делать, чтобы по отношению к нему было применено садистское, изуверское насилие с угрозой для жизни, что он был избит, это все описано, закреплено у него. Это надо сейчас подавать и в Совет Европы, и в ОБСЕ, и в Совет, и в Суд по правам человека, в Гааге, ну и, естественно, и в комиссию, и в Европарламент, потому что это просто Украина кандидат. И в США писать на Байдена, на Трампа обязательно. Это было правильно, надо быстрее это делать. То есть и Коломойский должен писать, то есть это фактически, ну это то, что их арестовали и держат в тюрьме по надуманным, специально организованным этим уголовным делам, в лучших карибиско-гестаповских, скажем так, традициях. То, что сделано, кто это? Зеленский сделал, Ермак это сделал, кто это сделал? Этот прокурор сделал. Вот, поэтому сейчас это все будет лезть наружу. Наружу, и, конечно, это Зеленскому очень классный подарок перед заседанием глав стран Евросоюза. Ясно, что уже можно почти точно говорить, что там тоже произойдет провал, и этот вопрос они отложат в лучшем случае до марта. А могут вообще сказать, что Украина по этим правовым аспектам абсолютно не соответствует, так и есть, критериям, копенгагенским критериям и шенгенским условиям, чтобы начинать переговоры. И Венгрия уже, собственно, об этом заявила, и сейчас, если уже примет окончательно решение венгерский парламент, он даст поручение Орбану, чтобы он голосовал против начала переговоров Украины, это Евросоюза с Украиной членством. Ну, после этого, понятно, что деньги не выделены, 50 миллиардов, 500 миллионов тоже, 20 миллиардов не выделены на другие помощи, то есть, по сути, Евросоюз прекращает уже финансирование. Уже в историю сказал, что Украина не является союзником Германии, поскольку она не член, не член ни того, ни другого, ни третьего. Ну и, как говорится, приплыли, приплыли, то есть, по сути, мы с вами наблюдаем полную международную изоляцию режима правящего в Украине и превращение Зеленского уже в открытого диктатора по типу Лукашенко и этого Путина. Поэтому, ну и Эрдеган, это все диктаторы, которые преследуют своих оппонентов, запрещают масс-медиа, инакомыслия, преследуют людей, которые имеют другую точку зрения. Вот в Украине сейчас под видом ведения войны проводятся такие репрессивные мероприятия. Ну и, как бы, с другой стороны, не решаются насущные, тяжелейшие, острейшие вопросы. Это тот кризис, коллапс, который имеется на украино-польской границе. До трех тысяч там стоит мороз, холод, снег, заверюхи все эти, дожди. Стоят эти автомобили, в них сидят водители. Там сложилась вроде какая-то такая тусовка, которая типа мафиозная, которая определяет, кому ехать, кому не ехать, как ехать. То есть, очень нездоровая там ситуация, чрезвычайно нездоровая, и она может в любой момент разразиться через какой-то серьезный конфликт. Ну, я вам про Польшу сейчас делаю отдельный материальчик. Таким образом, мы видим, что, ну это ж только еще двое, а есть же другие, тут же Лерос есть депутат. То есть, если это будет совместное письмо Дубинского, Лероса, там еще нескольких депутатов, которых лишили депутатских званий, то вот тут же Шуфрич еще может тоже написать. То есть, их много таких. Естественно, что если это коллективное будет письмо, и в Европейский парламент, и в ОБСЕ, и в Совет Европы, и в суд по правам человека, то, конечно, для Зеленского это как раз будет очень, очень приятное такое сюрприз, подарок под елочку. Вот как складываются события, видите? То есть, провал Ермака, Стофийчука, Рахами, там в этом Маркаровой, в Соединенных Штатах Америки, полный провал. Зеленский фактически полностью уже, смотрите, какой был пик, да? Какой был фурор от его выступления, и теперь он даже уже боится с сенаторами выступить перед сенаторами по телевизору. Какая произошла амплитуда от плюса в минус за такой маленький период времени. Ну, и они там фигурируют, что они там и с теми, и с теми встречались. Это все лоббистские договоренности, за которые надо платить деньги. Вопрос в другом, почему никто не требует, чтобы они назвали эту сумму, которая была заплачена за вот эти встречи в США, и в том числе за вот эту фотографию с Джонсоном. Что Джонсон так просто с ними фотографировался. Ну, это наивно думать, полагать даже. То есть, мы с вами видим абсолютно...